Мы в прошлый раз говорили, что сегодня бы провести какого-то приходскоя. Я не писал совет, но дело касается каждого, и поэтому собрание должно быть общее. Какое собрание? Мы только сопроводили собрание. Я хотел бы, чтобы батюшка был. Вопрос какой? Я спрашиваю. Вопрос. Вот главный эпигром взятый. Под часами. Просчитайте все. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Вот сидите спокойно, ищите великих потрясений. Сидите спокойно. То, что есть сегодня, храните то, что у нас есть. Разобрать надо даже вот это. Почему? Тщетно и напрасно. Вообще-то это одно и то же слово как будто. А однако не так. Кто возьмется, разъяснить два слова. Тщетно и напрасно. Зачем? Дух Святой сказал два слова по значению практически одинаковые. Будьте внимательны. Я желаю, чтобы все это зафиксировано было секретарем. Сосковский Ходской Совет и собрание все вместе. Дело касается вот чего. Когда надревало время признания благодатности московской патриархии, а они взаимно русско-православной церкви за рубежом, поэтому везде дали указания, правильные указания, провести собрания. И какое будет мнение людей. Мы про все не знаем, знаем только у себя, что мы провели собрание и сказали. На нас никак это не влияет, потому что мы всегда признавали благодать из московского патриархата. У нас не было такого, чтобы мы говорили, там причастие недействительное, там священники без благодата. Ну не было. Мы как с первого дня людей научали. И поэтому потом у них были совещания. В каких городах, Виктор Андреевич? В Сакраменто? В Сан-Франциско. В Сан-Франциско. Я там был. И он там был как представитель. Батюшка был и Виктор Андреевич Яковлев. Сразу насторожило следующее, как приехали, рассказали. Записывать ничего не давали. Аудио записать не давали. Как это так? Все люди церковные решаются учить человека. Решаются не только на земле, но если там ничего нету, то речь идет о вечности. Не давали записывать? Не давали. Более того отбирали. Я при самых худых подозрениях не мог этого доложить. Если бы сказали, это московская патриархия так настроена, я бы не очень удивился. Но там, в центре зарубежной церкви, явное дело, что замысел был нечист. Иначе чего будут бояться-то? Вы знаете, сегодня у нас тут милиция туда-сюда, Людмила Степановна потом расскажет. На нее напал сегодня человек какой-то, шип ее там ударил, у нее глаз повережденный. Там, все, отобрал у нее и ключи, и все. Потом вот отдельно, тоже тут благодать Божия проявилась. Преступник бросил ключи, и вернулся отдельно к ключи. А его поймали. Так вот. Так, тихо. Без комментариев, давайте. Без комментариев. Я просто хочу сказать. Да ладно, успокойтесь немножко, прям без комментариев. Тут такое счастье. Малтий, брат, ты что запузырился? Такое счастье. А что ты запузырился? Ну подожди. Вот это пузырь. Игорь, не надо. Ну зачем это? Да вы что? У нас этих слов не надо. Порадовались бы, стали, помолились Господу. Ну, помолились сейчас. Начинается. Я просил. Полная тишина. Что такое случилось? Я просил. Полная тишина. Владеющий собой лучшие завоеватели города. Вот это важное слово. И когда приехали оттуда, ну они ничего нового для нас не привезли. Что признание, ни о каком соединении, объединении, там речи даже и не было. Но уже заранее, я знал, на этом они не остановятся. Где палец, там рука будет. Дальше они начали отдельно уже под сукном решать. Собрание там. Я знаю даже людей, которые там были в патриархии. Мне близкий один человек, он доктор Богослов Балашов, отец Николай. Он по зарубежным делам там был, помогал. И вот теперь стали затягивать, полностью поглощать русскую православную церковь за рубежом. Тут были собрания, когда и батюшка им сказал, вы поторопились. Он говорил, это в епархии. Оп. Тогда было 13 этих разных течений. Агафангел Пашковский в Одессе, до этого еще был Тихон Пасечник в Омске. То есть, это отдельные части. Тоже зарубежные церкви, ну, так в Италии, допустим, Устинов, там у, лавр, лэ подставляли в скобочках. 13 разных. И нужно сказать, друг друга не признающих. Я знаю четко примерно 4, которые законные. Лепископы только полагали эти. А остальных я не знаю, когда спрашивают. Не знаю. Значит, что привело к хорошему? За бортом оказались сотни приходов. А те, которые признали это, а они признали при одном условии. Ваши остальные дела. Имя патриарха упоминать все не будет. И называть его великим господином не будем. Это как целая Австралия, там какие были, где-то. Патриархия сразу согласилась. Иначе они сразу уходят, как сейчас украинская церковь. То есть там политики сидят. А теперь из-под тишка, я переписываюсь с Австралии, тоже начинается дробление. Зачем им это поминание? Я же не буду кому-то признать. А ты меня поминаешь? У меня слишком большой список, кого я поминаю. И пап римских, и эрдогена, и турецкого. Конкретно. Молимся и поминаем неоднократно. И днем, и ночью. Здесь получается так. Им нужно поминать. А почему? Это рычаг, через который дальше они входят. У нас этого не было. Повторяю. Два слова. Кто постарается объяснить? Помощь Египту будет тщетной и напрасной. Не напрасной я выставил это. Написала Надежда Васильевна. Тщетной и напрасной. Египет это помощь. Когда Израиль думал, когда это Сирия, а мы теперь к Египту обратимся, заключим антанту, и теперь нас не одолеют. Не поможет. Ни грамма. Союз Германии, Гитлера, Сипонии, Систали, немало не помог. На виселицу пошли и самоубийством занялись. Самая главная фигура. Эта картина повторяется неоднократно. Египта это мирское. Мы никогда не должны забывать. Образование патриархии, вот в том виде, как есть, было в сентябре 1943 года, когда три митрополита были вызваны. Там Ярушевич, Семанский, который был, и вот Строгородский. А кто вызвали? Тут сидит Берия, главный антипавлович, и Иосиф Пустилинович Сталин. А зачем вдруг они среди войны начали? Во-первых, дух патриотизма. Сразу ордена вводят, погоны, там Александр Иванович Сталин. Ну, это политика. Никакого отношения к спасению души это не имеет. А им нужна была церковь, карманная, развозить заразу коммунизма по миру. Первый, говорите, никогда у нас гонения нет. А в это время фигмы переполнены, епископов казнят. Более 200 епископов казненных. И они едут по миру, все и говорят, как Ротов ездил, Никодим. У нас гонений не было никогда. А если сажают какой-то преступники, то есть преступниками объявили славу церкви. Мученики, исповедники, это слава церкви. И такого предательства мир не знал никогда. Этого не было ни у католиков, ни у мусульман, ни у кого. Значит, но мы должны это помнить. Мы это, конечно, в декларацию Сергея не признавали, об этом говорили, открыто. А благодатьясть признаем? Да как можно признавать? Сверх веры. Мы признавали. Никогда не было, чтобы мы запрещали ходить куда-то. Там не было. Помните, те годы было? Всех ребятишек там причастили, когда приехал епископ. Наш епископ тут служил вместе. Наше положение было единственно верное. Я тогда говорил, мы молились об этом. Бог указал. Мы не бунтовали. Мы сказали, не согласны. И добавили. Но если будет принято какое-то решение, никто объединит. Слово нету. А признание? Мы подчинимся. Почему? А мы уже это имели. А если мы потеряем священство и прочее, мы выродимся в секту. То есть, каких тысяч разных-то. И поэтому нас Бог так пронес, как накрыли. Вернулся, Батюшка поговорил. Он сказал, торопятся, сильно торопятся. Вот не дают записывать, это говорит, что там под сутном чернота. Я по сегодняшний день не могу принять. Таким образом это нельзя сделать. Вот примеру сказать. Я захожу в прокуратуру, а снимать здесь нельзя. А почему нельзя? Ну, это, я говорю, согласно Уголовного кодекса 330-я статья говорит, запрещается фотографировать. Снимать только в пяти местах. Первое, когда вверх, закрытое совещание Думы государственной. Закрытое, как собрание. Второе, военные корабли снимать или с военных кораблей, там где-то, дальше, это обговорено. В Министерстве электрификации, газофикации, там еще какое-то. Все! И 27-й параграф, я не знаю, юриста-то нету нашего здесь? Гражданского кодекса. Я сказал, и сразу замок, ладно, снимаете. А если не разрешают, или незнание закона, или умышленная ложь. Вариантов, то больше никаких нет. И когда милиция где-то запрещала дорогой, останавливаясь где-то, все данного процесса выиграли против милиции. Ну почему? Закон его обязан соблюдать. Сегодня была здесь полиция, сидела вот за этим столом. Писали, я стал снимать, не надо снимать. Я назвал закон. Не надо, я не стал на Трыжный рейс, и положил в сторону, и все. Там ничего нету. Они записывали, как ее было. Я попутно говорю. И теперь они объявляют пятилетний карантин. Ладно, вы не пошли, а сколько не пришло? Ну вот, входить туда, это туда начинает. И втихие оставили, новодедовским векарном провозгласили, в патриархии и втихие Курочкина. А никого больше нет, кроме нас. Ему надо теперь скорее. И это начинает давить. И кто давит? Патриархия. Им нужно дать отчет. Все соединились. Две общины не соединяются. Наша потеряевская это. Патриарх вопрос ставит тогда в Алексею. А почему спрахаются епископа? Что за общины? Он говорит, если бы тогда был Максим Дмитриев, епископ, вел себя по-другому, домой бы были здесь. Видимо, он его на ковер, дальше я не знаю. Но дело в том, что сразу же епископ Максим изменил к нам отношение. Я очень хочу поехать по Теряевку. Батюшка, дороги нет. На вертолете. Он говорит, батюшка, сажать его негде вертолет. О, как припятички могут. Что на вертолете полетел бы. А тут он ехал по дороге, сразу авария у него, там руку что-то сломал или пальцы на руке. У Бога все вымерено это. И теперь пять лет заканчивается. Пять лет для вхождения. Позвольте. А мы что-то сделали так. Есть такое, когда люди, вот мы зарегистрировались, и нам не нравится зона гражданской церкви, мы не будем поменять, поминать ни Виталия, ни Лавра, ни этого Илариона. Вот это канон есть. А то, что они решают, а мы у нас нет, они дают отчет, а их нет у нас. То есть они в списках были. А мы были и есть. В мировой практике за 2000 лет не было ни одного случая такого, чтобы заочно брали, переписывали где-то, и мы должны теперь идти и Филарета украинского поминать. Нельзя сделать это. Нельзя. Для меня он не Кирилл даже. Хотя и Кирилл-то поставленный вопреки не согласились. Это сказать, выбор тянуть, жеребный-то. А именно так. Мне звонили священники, как его признавать, когда они тут опять все это заранее. Было три кандидатуры, одна себя снимает, другая заболела, он один остался. Ну, все это на глазах. Теперь пять лет прошло, они вычислили, вас нигде нету. У Бога мы записаны, и мы молимся за них. Теперь присылает другого, митрополит. У этого абсолютно другой подход. Он приезжает к нам, у него вот так руки раскрыты, и улыбка. Обнимает и целует. У нас снимки, все это заснято. Сергий Иванников. И он ни разу, нигде не сказал, поминайте патриарха. Мы сказали, когда вы приезжаете у нас, поминайте. Мы признаем, все, благодать, патриарха, но он не наш великий господин. И когда они у нас бывают, там, черных, отец Владимир Дьяхон, он провозглашает святейшего патриарха, все Аруси, потом нашего Илариона, западно-американского, восточно-американского, звания все перечисляют, зарубежные церкви. Больше он нигде этого не может сказать, почему. Наши общины, там был. Затем поминает его Дьяхон, а потом епископа, Понич, там есть один, Севолод, к которому как бы наш район Мамонтский относится. Хотя он не был, и он нас люто ненавидит. Но почему положил, он его поминал, они, не мы. А я могу говорить аминь, могу не говорить. Меня же никто не допрашивает. Мы сидим спокойно. Мы не обращаемся в этот мирской Египет. Нам ни от кого ничего не надо. Такую самодостаточность дал Бог. И священники, которые близкие нам, там говорят, ваше общину мы бы не потянули. И в книги говорят, я везде отвечаю, к вам приезжаю, как в подвешенном состоянии. Такие вопросы задают, о рождении свыше, другое. А там, когда на какой день поминают покойников, ну разница огромная. Не то что, а даже сравнивать не с чем. И они это понимают. И батюшка, когда выезжает, он заходит в местную метрополию и говорит, я уезжаю. Там, можно дать справку, чтобы это... Ему выписали на ничего удостоверения. Он под судом не состоит, под следствием не состоит и имеет общение через нашу метрополию. Ну, что-то непонятно-то. Он имеет общение с патриархией через эту метрополию. Больше никак. И дают ему это удостоверение, и он поехал. На меня запросили характеристику там, русская линия, народная линия. Он точно дал такую прекрасную характеристику, какое отношение, там, человек-исповедник, там, и прочее. Это местные. То есть, сравнивать ни с чем не приходится даже. Это милость Божия запрошит наши страдания. И он ни разу, нигде не сказал, поминайте, патриарх или где-то. И вдруг, я плохо слышу. И мне говорят, вот, Игорь Владимирович, батюшка, молился и сказал, там, господина патриарха, я говорю, я не слышал. Не слышал, ну, и прошло, больше нигде нету. И тут, и тут сказали, он тоже так. Он говорит, я всегда молюсь, вынимаю частицу. Ну, про себя ты делай, но слух не делай. И мы хотели тут разобрать, где вы сидите. Здесь батюшка сидел, через воскресенье. Он не согласился под запись. Ни под каким видом. Но не стали записывать. Ладно. напоминать не буду, сказал, не буду. Но мы должны до конца довести. До конца этот разговор. Не надо, надо сидеть спокойно, не надо дергаться. Ваша сила, сила в этом сидеть спокойно. К нам никто не пристает. Я пошел в регистрацию, вот вас зарегистрировали, за это время два раза уже перерегистрировали. Вы по-прежнему в отделе юстиции РПЦЗ. В списках его нет. Вы глупая или умная? В списках. Его вынудили? Скажи, что нету. А как это? Когда на меня было 15 комиссий против в лагере и приехал заместитель прокурора, я не знаю его звание, но не ниже полковника. А мы сидим занятия ведем в лагере. Они приехали, я их не пустил в лагерь. Краевая прокуратура прислала. А зачем? Законичить и вас запускать. Есть хотите? Накормлю. За станом напою. Да нет. Так, это, понимаете, мы приехали узнать, у вас дети-то уехали? Им дать надо отчет. А похоже, что не дать, а дали. Я говорю, нет, дети, вот они сидят где-то. Ну вы же их отправляете сегодня? Да нет, мы их не отправляем. Они еще побудут здесь. Им надо отчет дать. Ну мы можем сказать, что дети уже в пути домой едут. Ну представь себе, чин такой большой, краевая не запустил. Я потом буду говорить с паркурором края, генерал-лейтенант Парасхун Юрий Педорович. И спрашиваю, Юрий Педорович, у вас близкие-близкие отношения были? Ну этот приехал, паркурор-товаш, наверное, обижен? Нет. Он до того год удивлен был. Такая строгая дисциплина, нас не запустили. Нам так понравилось, как они отвечали. Ну они на нас давили. Ну у нас крыша была хорошая. То есть им надо дать отчет, что русская православная, зарубежная церковь ни одного прихода не имеет. накануне, как там быть последним этому совещанию в Америке, прям вот накануне, большое послание в пасте своей делает наш Евтихий. И ни один человек, следователь не догадается, что у него что-то ночью случится. Против патриархии, не против, а против беззакония ее. Утром встает совершенно по-другому. Так было? Вот там стоит свидетель там. Но он там теперь был, простите за выражение, нахлебался до сытой. И сейчас он в интернете выступает, и этих архиереев называют только антихристами. Даже я этого не говорил. Одна жадность! Да где вы видели такое? Мне звонят, и говорят, ну вот архиереи, когда едут с ним, мы священники, и каждому в конверте дают поборы. Ну вы хоть одного назовите архиерея, а их там сегодня 360 примерно. Чтобы он не брал поборы. Я говорю, я знаю. Так, в России? Я говорю, да. Я с ним вместе и ел, и пил. Вместе гуляли. А кто такой? Евтихий, и Курочкин. У него носки рваные, как у меня. У него ничего нету. Этот человек полностью соответствует житьям святых. И он сейчас такими словами их накрывает. И эту власть, которую когда-то призывал, даже призывал, я считаю, и с трудом верю даже в это, но его ВКонтакте, она меня все сбрасывает и сбрасывает. Антихристы! Нам не надо двигаться. В Египте, то есть в этом патриархе, это Египет, нам помощь там никакой не надо. Тщетное, тщетное, знаете, слово «щита»? Что такое? Ничего. Так. Игорь Владимирович, что такое тщетное? Ничего. Ничего. Ну, тщетное, это бессильное. Бессильное. А напрасно? А напрасное, это с последствиями. Совершенно правильно. Результат. А когда слова, как будто бы разное. Не надо ничего. Дальше двоеточие. Вот, когда вы узнали, что там нас ничего хорошего не ждет, им только войти сюда. Лагеря не будет, его нету. Теперь по-другому они будут нападать. Вот этого ничего не будет. Главный удар делается сегодня по книгам. Мы уйдем. Это место сметут. Книги не сметут. Я хотел попросить бы кого-то прочитать вот маленькое стихотворение от Валерия Сергеевича. Поднатужься. Это из древности до новой эры писали. Но в такой форме... Послушайте. Они не строили себе пирамиды из меди и надгробий из бронзы. Не оставили после себя наследников детей, сохранивших их имена. Но они оставили свое наследство в писаниях, в поучениях, созданных ими. Их пирамиды книги поучений. Их дитя тростниковое перо. Их супруга поверхность камня. То есть тогда писали на камне, клинопись. Все ушли, фараона ничего нигде нету, кроме написанного. Как говорят, ну, неправильно может быть сказал там знаете кто? Автор собачьего сердца. Он говорит, рукопси не горят. Слушайте дальше. Построены были двери и дома, но они разрушились. Жрецы заупокойных служб исчезли. Их памятники покрылись грязью, гробницы их забыты. Но имена их произносят, читая эти книги. Память о том, кто написал их, вечно. Стань песцом, заключи это в своем сердце, чтобы имя твое стало таким же. Книга лучше расписного надгробья и прочной стены. Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, кто повторяет имена песцов, чтобы на устах была истина. Перевод Анны Ахматовой поэзии и проза Древнего Востока. Понятно? Они знают, куда бить. Главный удар вот где. Попутно сказать. Благодаря тому, что я был занятым в университетах, батюшка сейчас вспоминает, один год крестилась сразу и все на снимках осталось. 26 человек. 26. И вы пришли через занятия. А вот теперь в интернете. А вот через интернет пришло не 26. Как пишет доктор Богословев, бочком говорит, через это, что делать-то. Тысячи людей, говорит, пришли в православие, то, что нас стало делать. Тысячи. Я каждый день только новый. Вы отец, вы отец. А она пишет, у меня шейный позвонок, что-то там, я ибо шевелиться могу, я так болею. Ну вот книги получила от вас, я говорю, сейчас считаю. Я считаю, пять минут не могла сидеть, сейчас сижу, второй час и забыла про шейный позвонок, там, про все забыла. Почему? Для Слова Божия нету. Я вчера только получил это. Книги эти, и у мусульман есть, католики, полный комплект вот этот выписывают. И делается друзьями. То есть удар в патриархии, первый будет сюда. Сегодня мы недосягаемые. Нам надоело сидеть спокойно? Я ничего не хочу сказать, батюшка дал слово, больше упоминать это не будет. У себя упоминать там, а здесь, они приедут, они упоминают. Понимаете, мы избрали такое, щадящее. На это претензий нет, ни у митрополита. Зачем дальше лезть это? Есть и не на Верческая церковь, старобрядцев. Ну, их приняли, как бы, чтобы не гнать. Но своего они ставят, свое, свой священник был. А по старым обрядам вести? Мы в это не выгодимся. Мы какие были и есть. Нам ничего менять не надо. У нас обилие благ, благодати Божией. Только в окрестных селах мы раздали 30 тысяч Евангелий. Вчера ко мне подходит один наш брат и говорит, там пачку или сколько, то он раздал за неделю. Такой радостный, такой веселый. Я не думал, что такой радостью будут принимать. Можно назвать вслух? Это наш уважаемый Валерий Сергеевич. Уточню, за один день. Да. А все равно радость, сколько я ощутил это. Вот тут на дорогу благовестия человек выходит, он уже озаряется с особым светом. Я лежу еще на потемках, как он засветился буквально весь. Как Господь эту радость дает. У нас все в достатке. У нас не запрещено ходить. И помните, на прощенное воскресенье мы всегда посещали храм. То есть сейчас у нас тут все это есть. Ходили когда вместе, в лес. Я прошу вас, завещание оставляю. Первое, первее и наипервейшее. Никогда не быть там. По московской патриархии, никогда. Потому что, а как же вы других-то направляете все время туда? Они могут, мы не можем. Мы уже сформировались. Мы ни одно дня там не были, некоторые не были. Здесь родились. Они сразу стягивают, одеяние скинут. Разрезанные юбки, брюки они не трогают. Я их очень хорошо знаю. Они на мне пляшут. И ничего не могут сделать. Настолько много разных клевет, даже высказать нельзя. И вот, где-то у меня бумажка не упала ли? А вот она где. Послушайте, какое одно выражение на днях мне прислали. Это Оскар у Айд говорит. Ваш адрес. Я слышал столько клеветы. И теперь я не сомневаюсь. Вы прекрасный человек. То есть, он в интернете находит только, что против меня там новые-новые ролики строят, там показывают. Я убедился, говорит, вы прекрасный человек. Почему? столько клеветников не может быть. Притом, вот мы сидим, собрали вот это клеветчиком и матерками, и разными словами. Вот еще одно выражение. Нас узнают по синякам, которые пытаются нам нанести. По подножке, которые пытаются сделать. Мне один священник по террорхии, другой. Я уже ролик против вас составил, сейчас второй готовлю. Разные епархии. Вот этим книгам по сегодняшний день аналога мировой практики нет. Это уже признают. Во-первых, Новый Завет. Трехтомник. Дальше. Наши симфонии на неконической книге и на житие святых. И что самое важное для нас авторитетом абсолютным является Библия. Вот у меня вышла на зову по имени даже Лидия Муранова. Это та женщина, с которой мы с ним познакомились. Она вела в круг Александра Мения. Через нее мы познакомились. Она потом уехала. Когда они уезжали, он сказал, мы больше не встретимся. Как он знал. И когда она услышала, что Кураев сказал, кто такой лапкин, у него такая, понимаете, смесь, он говорит, назвал ее самым великим миссионером современности. Андрей Кураев-то. Таким я себя не считал никогда. И он говорит, вот понимаете, это такой пиетет, то есть особая любовь к Библии. И за то, чтобы каноны все соблюдали, это такой-то баптизм с старообряществом, такая взрывная смесь. Он-то пояснил, что это означает. Он говорит, меня Игнатий по всем кочкам протащил. Я включил в книги, 120 раз ее упоминаю и почти положительно ни разу. И несмотря на это, он дает такой отзыв. А эта женщина и говорит, так это же отец Александр сказал, это от него взяли. А то он вам это сказал. Сказал и засмеялся. А я забыл. Это уже почти 40 лет назад. А Андрей Курайев может быть и не считал, а просто он это увидел. Такую любовь у православных как Слово Божие. Но вы ни в одном не найдете ни в храмах, нигде этого. Мне сегодня ночью скинули они, кажется, из Франции. То есть, из монастыря. И мы просили батюшку, как сделать. Говорит, я сделала, так на светных, пять выдержек из Священного Писания. По благословению священника. Без священника нельзя Слово Божие. Понимаешь? И она показала, сфотографировала пять мест из Священного Писания. Исследуйте Писание. И вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Через них. Не через кадила дымная. Через них. Хотя и кадила нужно. А они Писание свидетельствуют о мне. Евангелия Терна. 5.39. Вот отсюда весь исход. У нас большая работа идет благодаря тем, кто помогает. вот по одной этой отрасли, о чем я сейчас сказал, для себя возьмите. Сила. Вы хотите быть сильными? Наша сила сидеть спокойно. Ничего не придумывать, не добавлять ничего. Мы в такой устоявшейся форме, что у нас и патриархия не против. бачишь, как она приехала, Иларион, два года назад. А там и Сергий. И он вместе с ними там был. И все это так удивительно сложилось. И никто не сказал, а ты безблагодатный-то. Нет. И он служит, и архиерей приезжает, и посылает священников всегда поминают нашего, кому мы принадлежали, Илариону, капрал фамилии. Он очень болен, надо молиться. Вы меня услышали? Меня не будет завтра. Неизвестно, что у вас будет. Вот это только держите, и вы сохранитесь. А как причащаться? Очень просто. Мы уже обсудили. Приходить к митрополиту, пока он здесь. И сказать, наш народ приготовился, объявить всем, что в один день. Все. И в этот день он приходит. А он будет служить, патриарх упоминать. Он может упоминать, мы не можем. Понимаете, мы даже вызвали. Вот эта золотая, устоявшаяся середина, она позволила нам ничего не менять. Ни в мышлении, ни в строении, нигде. Это дома не отнимут. Любыми путями. Что угодно сделают. Это от меня вам благословение и наказ. Но больше я не могу ничего к этому добавить. Хорошо расслышали? Хорошо. Ну, попутно хочу сказать. Кому оставляете перстень? Отец наш. Сейчас я скажу. Перстень кому оставляете? Никому Бог решит. Никому Бог решит. Я скажу так. Вот Нианила Александровна, она говорила не раз, что будет, когда вас батюшка не будет. Я говорю, дорогая сестра, еще и лучше будет. Бог силен. Стефана убили. А что теперь будет? Как они, большой плач был. А никто не знал, что в том, кто охраняет одежду, там уже заложено семя. Я вам покажу, как много ему страдать придется. 14 посланий. Никто, ни один человек в мире не знал, что на крови Стефана вырастет такой человек. Так, относительно этого Корюковцева Михаила Петровича звонит мне Кубайкина Галина Ивановна. Я что мог? Запишите, что я буду говорить. В седьмом отделении на Куете больница. Так, седьмая палата, седьмая, третье отделение, дальнее, как называется, 28. Дальнее 28, третье отделение, седьмая палата. Телефоны, кому можно позвонить? Тридцать один, тридцать семь, тридцать семь. Это медсестры. Третье, тридцать один, тридцать семь, семь с шесть. Она сказала, у него, когда разделили там, она, она же, решать нечем. И диван, и все перемощено. У него дома, когда, он не открывал, полицию вызывает, но у него, кто там, Людмила, назвал это, кто она будет, сноха. И она там поучаствовала. И его отвезли. У него все тело покрыто псориаз. И спина, и живот, и руки. Псориаз. Понятно, что это такое? Да. Виктор Андреевич, разъясни. Кожное заболевание, там, трудноизлечимо, нужно сказать. Но я не думаю, что у него, его не было. Появилось, просто проявилось, в связи с тем, что иммунный статус, иммунная система. Ну, сколько уже можно. Губайкина, Галина Ивановна, с таким, содроганием в голосе, видно, что она хотела, по-другому, но никак. Мы должны помолиться о ней. Очень расположенная. Дальше, попутно скажу. Прошлое воскресенье, ко мне подходит Дмуха Савинсова, Надежда Александровна, и говорит, а вы слышали о топом? Приезжает из Америки, тут устраивает где-то место, берут там, хозяйством сельским заниматься, у него 14 детей, 7 своя, 7 приемных. Я говорю, слышать-то я слышал, не об одном, да, но другой есть. Который раньше приехал, это Джастас, Джастас, Уолтер, он с отцом приезжал, когда маленький был, тут в 90-х годах, тут много сектантов было, и он так остался, и там в одном месте, в другом, и не поймешь, где и как, будто бы четверо детей. А это только готовится. Ну, я не обратил внимания, но надежда, она не оставила. Я уже лег спать, я раньше ложился, потому что я встаю во втором, сейчас вот третьем иногда, в часу. И она на Володю сбросила материал. Вот про этого, второй, Стив. Стив его звать. Митчел. Стив. Я подумал, что такое Стив. Наверное, Степан. И когда с Америкой связался, ответили, да, это Степан. Степан, на место Степана, кто будет? И вот тут, и у него, и он показан. Вот такая окладистая борода, жена где-то, там, по сарафане, там все, и с ребятишками. И показали священник, где они там бывают, негр, видимо, или кто такой. Ну, совершенно, как бы, ну, из Африки, как будто бы где-то. И все. Теперь, которая в Америке, в Нью-Йорке, вот, которая у меня с Александром Менем свела, Лидия Муранова, я ей даю данные, она его находит, он где-то там, на Миссисипи, там мягкий климат, и в каком-то деревне живут, и у него даже выхода в скайп нет, вот тебе Америка. И вот, она ему все, а он давай вопросы задавать, а как они относятся к военной службе, военной, так, убивать люди, они говорят, не убивают, альтернативно у них, это хорошо, all right, дальше. И все это будет, потом мне, на английском языке, с переводом на русский язык, данный. Он подробно расспрашивает, дальше. Наш здесь, близкий нам человек один, тоже заходит и выходит на него. Очень большой разговор, вот такие подробности. Последний вопрос, продаются ли дома в Потеряевке? Есть ли свободные дома? И как получить землю? Тот, который ездит, я никогда не слышал этого, он как-то фиксируется, землю через подставно, кто ему, гражданство нет, никто ему земли не даст. Он там и работает, но он должен через полгода или как возвращаться там в Америку, а потом хоть на другой день обратно возвращайся. Вот такая система. И вот эта леди, Эфимовна, она ему все рассказала, что это несерьезно. Несерьезно. Она вот как раз, который тут его приглашал, этот, Жасса с Уолтером, она даже назвала его клоуном. Он все время хочет, похочет, похочет, и все это. Почему? Где-то у 50-ти как был, видно, у них дух особый, евангельский смех, непрерывный. А что, горе смеющимся ныне, блаженный плащущий, этого нет, а этот серьезный, и у него ролики выставлены, через кого-то, и они коротенькие такие, и везде он читает Евангель на английском языке, вот проповедник. Я попрошу помолиться вот за этого Степана Нового, Стив, Стив Поли, что он в феврале приезжает сюда, он расположен, мне надо, ну, так вот, а тут получилось, я не хотел того, получилось как бы, у него есть свояк, у нашего одного там, в Потеряевке, и он тут, нападая на меня, выставляет, выставляет такие слова, что в Потеряевке подается дом человеком, у которого хороший гараж, а такой, кто хотел бы, хороший гараж, только один, других нету, и я тогда, приезжает ко мне племянник на днях, я говорю, Алексей, я ему это сказал, на меня сразу же нападение из Потеряевки, от того, что никто не собирается уезжать, а я уже знаю, когда так говорят, это все съехали, у нас Миша Никитин, Беларейса Николаевна, заклиналися, и сразу их выметают почему-то, нужно помолиться о тех, о других, чтобы Господь как-то все усмирил, сделало все по-божески, звонил Виктору Николаевичу, у него очень сильный конфликт, получился с тещей, из-за десятины, помолитесь, мы помолились, он буквально на следующий день пишет, все утихомирилось, она попросила прощения, и все хорошо, мы должны принимать, как на раменах были, имена 12 колен написаны, нести на себе это, сестры, спать много не придется, если боль чужая коснется твоего сердца, вот этот, если бы он приехал здесь, у нас ни одного вопроса не было, который не сошелся, и он где-то уже землю купил, там деньги большие вложил, какой-то Андрей помогает, теперь вопрос, как, чтобы он здесь до конца, я говорю, ничего пусть не решает, сначала проедет, посмотрит, даже зимой, хотя бы увидел, что за люди, главное воспитание детей, такого нигде не найдет, учителя верующие, все верующие, где, что, остальное, все это за этим идет, он нашел, а где-то на отшибе, он там взял один, американцы, там знают, там это, там теребить будут, так что, ничему не рады будет, а дети еще некоторые, как негры, некоторые там, у него всем свои, всем приемные, а как в школах Советского Союза было, оно сейчас в школах, то что делается, а тут все свои, и видимо, он подумал даже, что неплохо было бы приехать, не о чем, я говорю, самые последние данные, буквально вчера, оттуда, и он попросил, чтобы молились за него, Стив, Стефан этот, а он с Гилквистом как-то связан, нет? с кем? с Гилквистом, с Петром, ну вот эти общины православные, Петра Гилквиста, епископа, нет, не знают, потому что у них это недавно начал искать, он остановился на православии, все из протестанта, тот и другой, а тот что-то какую-то общину вроде создал, так все это туманно, где жена, где дети, а вот там все фотографии идут, ну вот этот джаз, который был Уолкер, ну открытый человек, открытый, ну, договорились, вот этого, джаз-то Суолкера, здесь выйдут, позвонят, чтобы мне позвонил, когда мне звоните, сразу говорите, я такая, а тут это звонит, нужна такая, если алло, алло, я не отвечаю, почему, хулиганье, а когда они не получают ответа, раз, два, три, пятый, они бросают, понимают, телефон у меня испорченный, все на этом, сразу говори, что алло, как ты говоришь, и звонит тот, мне такая нужна, все, и сразу я отвечаю, вот Янила Щукина, она прям сразу начинает, и сразу выдает, я звоню по такой-то причине, я ей сразу даю голос, тоже слушайте, это нас коснется, вот из того, что я сказал, вопросы есть, давай, а давайте голосовать, голосовать не о чем, что за, какое голосование, когда у нас все спокойно, мы приняли это, мы в этом стоим, нас никто не тревожит, а давайте голосовать, а зачем голосовать-то, кому не нравится быть так, как мы находимся, они спокойно встали, ушли, без штрафа, им подножку никто не дает, но есть вопрос один, почему нет, сейчас, я вот подняла руку, есть вопрос, ну я вот по последнему, то что вы сказали, да я по первому, давай я по первому спрошу, так, подожди, Игорь, она уже начала говорить, не перебивай, я увидела это в печати вот про этого стива митчелла в алтопрессе просто в интернете интернете статью и я вам сказала и скинула ссылку на эту статью не для того чтобы потеряю звать потому что уже горьким опытом приезжали семьи украины приезжала многодетная семья желтухина была все как-то печально потом уезжать что так не получилось не звать сразу познакомиться показать потому что потом люди бывают разочаровываются история с романом с этим произошла то есть никто сначала так хорошо а я вам почему ссылку скинул потому что он там было написано что он пришел вот но недавно православие чтобы вы может быть там по скайпу или лично его показали какое истинное должно быть православие коль он только что в него влился и как будто бы совсем недавно там даже крещение принял именно для этого для знакомства и для истинности его православия в этом смысле а не к себе звать его жить потому что ему нужна земля вы летом или говорили что землю потерявки обрезали что даже часть деревни обрезали землю что земли нету потерявки а где вы ее возьмете для него когда ему нужно там 200 гектаров зачем ему 200 непонятно чем он будет и факт ну вот ему вот такие запросы плюс большой дом и чтобы заселиться на если он в поле будет жить тоже неизвестно он купил землю где-то вообще в лесах он так вот отдельно по примеру вот этого джастаса я тоже зашла посмотрела у него прекрасно говорит жена по-русски не так хорошо как он но там все волонтеры русские она с ними общается по-русски дети трое детей а девочка 4 это они сказали просто приезжают тоже дочка волонтерши божила это не девочка соня и дети общаются по-русски и он даже в одном ролике рассказывать что они каждый день по очереди читают то на русском то на английском слово божие поют вот эти гимны в целом и на русском и на английском то есть русский язык вот там семья знает просто в комментариях пишут что он там по-русски ничего не знает это про который джастаса который митчелл он только что начал изучать русский язык еще вообще никак они только еще на пути в россию и только изучают язык вот как бы мне кажется сразу звать жить чтобы у людей было зачаровать давайте я задам вопрос потом вы уже все ответили я уже лично все понял слова чтобы она первая земля это безобразие будет кончено этим делом заниматься прокуратура они сделали что от нас железная дорога 2 километра они сделали посреди деревни идет вторая сторона улиц уже уже на дороге ну то есть безумие полное тут я не знаю доказывать еще и надо в думу везде писать они сделали деньги теперь мы сделаем правильный план только дайте 150 тысяч ну жулики это не железная дорога ванна где они взяли нарисовали посреди деревни так что земли там хватает 176 гектар а сегодня на 6 гектаров пытается нас задушить ничего этого не будет потому что решение принято на краевом совете здесь за подписью сурикова восстановить матеряевку а не уничтожить вот такой ответ пожалуйста так я хотел и хотел вот значит все молчат молчат молодцы молчальники у нас не община одни молчальники батюшка заходит в тот раз и спрашивает какие вопросы есть и только один виталий устинов который приезжает к нам раз может в двадцать лет задает там вопрос где батюшка будет там на очередном там богослужение у московской патриархии все остальные молчат я хотел тоже промолчать потом думаю а чё это я буду молчать то ребята батюшка опять патриарха поминает в тот раз я поднял этот вопрос когда он поминал его год назад ровно когда приехал с поездки в этот раз опять то же самое давайте конкретно уже установимся я только одно понял что все по барабану все хотят московскую патриархию да кините туда чтобы мы тут вас не видели чё вы ничего не сказали когда он тут стоял и задавал вопрос почему опять дебулов чё я зубокер вам что ли я просто ладно молчать я могу только одно сказать что у вас всех сердце не просто черствое а с червяками сердце у вас московские патриархи ну чё вы все молчите да сейчас начинаешь у меня сейчас один вопрос конкретно давайте голосовать у нас тут один говорит о московской патриархии то другой говорит с радостью игорь третяков тут начал рассказывать как там все хорошо хочу это такое у нас тут случается это пятая колонна не будет никакой пятой колонны здесь больше никаких голосований я сказал не надо совершенно не не о чем голосовать мы сидели наша сила сидеть спокойно а голосовать это уже мы трое начали колебаться какие сердца только бог видит он сердцеведец на каждое слово не надо ну сказал человек тому погорячился или что-то не надо в обиду принимать а мы тогда какие если на каждое слово будем обижаться радуйтесь и веселитесь когда вас будут поносить господь сказал имя пронесут как не угодно и ничего нету сказал брат так разумеет так по ревности мы права не имеем еще бы нет а где плоды мне плоды плоды показывают люди не покажет он покажет наши плоды молчат все все молчат это и как раз молчание люди говорят это не не медь а золото такое слово вот смотрите сказал им спокойно спокойно они сидят все довольны благодаря богу больше ничего нам не надо вот это написали здесь правда я не очень доволен с шрифтом я говорю а почему надежда по львову как напишет надежда усилен не так она училась на это я нет пример зато души она как заходишь храм там у нас то еще сделать красным тем маленьким самое главное вот это сила и сидеть спокойно мы сидим дальше не надо не упрекать ничего нигде вы сильные несите немощи слабых несите нам другое не дано и и какие то тогда готовьтесь батюшка в следующий раз что-то никакого не было я очень-то батюшку больше не поминать он был прошлый раз когда ему здесь сказали без записи и он сказал больше этого не будет нам этого достаточно все батюшка наш не укоризненный ни в чем мы никаких претензий нету мы довольны и да сохранить его господь ему лишний раз расставиться не надо поэтому съездил в отпуск где-то еще взял что выходишь в это время христос воскрес еще пасхальные дни разу пришли серафим говорил он в пустыне мог один балансе а у нас уже на 40 день христос воскресный приветствуется после воскресенья пасхи христовой я бы тебе где-то в книгах написано что среди года греста нету нету да сейчас ставим это все и он сказал хорошо батюшка нас бывает бывает где-то что-то не так ему поговоришь он маленько только время пройдет уже стоит на месте он не укоризненный в этом вопросе что он сказал об этом больше не будет нам это достаточно никаких голосований чтобы никогда не было голосовать о том только можем что вот строить или не строить там или потому что касается наших капиталов а здесь еще не касается только разделение дай нам этого не должно быть спокойно все у нас есть вот здесь были сегодня полиция вы его видели